Добрый вечер Компании для тех, кто строит команду, для тех, кто хочет работать, зарабатывать и идти одним путем вместе с нашей большой командой, с нашей большой семьей. Надеюсь, что все хорошо. Что-то у меня тут пропадает. Вот. И сегодня мы опять начнем сначала. У нас есть 8 тем по дубликации. И сегодня начинаем с первой. Меня зовут Федорова Любовь. Я региональный куратор Латвии. И вот спикер по дубликации. Что такое дубликация? Это, в принципе, повторение, дублирование, копирование действий своего наставника, действий какого-то успешного человека. И это основной метод партнера в дистрибьюторской команде. То есть делай, как я, и у тебя все получится. Если я успешный, я тебя пригласил, у меня большая команда, я тебя научу, будешь делать то, как делаю я, и у тебя получится. Если, может быть, вспомнить, еще в 90-е годы у нас появились первые дистрибьюторы в каких-то там сетевых компаниях. Мы их еще называли распространители, да, они там всякие товары иногда прям на улице продавали. Вот. И там они носили такой значок. Если хочешь похудеть, спроси у меня, да, если хочешь заработать, я тебя научу. Вот. Но, тем не менее, как бы ни было это смешно, но так есть в нашей работе. И мы не сможем стать копией того человека, допустим, который нас обучает. Вот мы видим, что он хорошо строит команду, у него хорошо получается проводить собрания. Но мы не сможем полностью его скопировать и достичь абсолютно того же результата, что и он. Но мы можем научиться перенять у него его систему работы. Это целая система. И она состоит из четырех шагов. Я сейчас говорю, в частности, о нашем бизнесе. Она состоит из четырех шагов. Первый шаг – это когда у нас первый контакт, первое предложение, первое приглашение, первое представление себя, может быть, какой-то рассказ о себе, что мы, кто мы, чем мы занимаемся. То есть это, образно говоря, можно назвать первый контакт. Первый контакт на тему. Это могут быть наши старые знакомые, поэтому наша с ними встреча или звонок уже не будет называться первый контакт. Но это будет как раз-таки первый контакт на ту тему, с которой мы к нему пришли. Второй шаг – это подача ему информации уже конкретно о нашем проекте. То есть это либо прослушивание презентации, вы ему даете ссылку, либо вы приглашаете его на какое-то мероприятие, и мы вместе там присутствуете с ним. Знаете, какую он информацию там получит. Это очень важно, чтобы вы знали, какая будет первая информация, которую он получит. То есть то, что вы ему даете – это одно, но очень важно дать ему информацию еще от третьего лица. То есть либо от членов правления, кто ведет вебинар. Например, Алексей Суходоев ведет вебинар. Какие-то презентации от компании, которые наши ведущие спикеры проводят. Чтобы информация была из разных источников, она идет с разной эмоцией, она подается по-разному. Но вам необходимо знать, что именно ваш приглашенный человек получил для того, чтобы, во-первых, вы могли обсудить, во-вторых, вы могли ему дополнить информацию. И вот третий шаг – это обратная связь, от которой, в принципе, зависит дальнейшая работа. То есть вы берете обратную связь. И это либо встреча после вебинара, либо сразу, если вы были вместе, куда-то пошли. То есть для того, чтобы вы понимали, насколько заинтересовало человека, есть ли смысл с ним дальше работать. Сейчас я буду говорить только о дубликации, потому что все-таки у нас идет тема по порядку. Но потом мы будем говорить о том, как понять, есть ли смысл дальше работать с данным партнером. Нужно ли терять время, к чему готовиться, как выстраивать свою работу. Сейчас мы пока говорим в общих чертах. И если мы понимаем, что наш партнер соглашается, ему нравится, он говорит, да, я хочу. Мы приходим к четвертому шагу – это вовлечение в систему. В систему поддержки, в систему информирования, да, вообще в нашу систему, в наш проект. То есть мы его полностью знакомим со всеми процессами, которые происходят и которые с ним будут происходить дальше уже в процессе работы. Вот. То есть это личный кабинет, это регистрация, это знакомство со всеми разделами. То есть мы полностью приглашаем его на какие-то конкретные презентации, допустим, которые мы проводим. То есть учим его, чтобы он учился, как разговаривать с партнерами. Мы сейчас говорим о тех людях, которые уже конкретно решили быть с нами в проекте. Вот этот четвертый шаг, это он распространяется очень на тех, кто тоже будет строить команду. В принципе, мы не забываем, что у нас могут быть люди, которые просто придут, которые будут просто инвесторами для себя лично, просто им любопытно вложить деньги и посмотреть, что из этого выйдет, да. Вот. Мы все равно, конечно же, объясняем от начала до конца весь процесс, как это происходит. Но дальше вот на четвертом шаге у нас очень большая работа, потому что там идет такое разветвление, да. Если у нас пришел к нам реальный строитель команды, человек, который хочет заниматься бизнесом, да, мы с ним работаем совсем по-другому. Не просто познакомили, рассказали и все. Так. И вот вся наша работа по дубликации, она состоит из основных семи задач. Ну, я добавила восьмую, ознакомилась с разными материалами и добавила еще восьмую задачу. Мне кажется, она очень важная и мне очень интересно о ней рассказывать. То есть первое, ну, давайте по порядку. Постановка целей, создание книги контактов, как мы создаем эту книгу, эту, как мы работаем с этими контактами, планирование, тайм-менеджмент, телефонные звонки, там тоже очень много и как вести телефонные звонки, и навыки коммуникации, и телефонный этикет, тоже такая достаточно большая, обширная тема. Как делать презентации, причем не просто так, а с учетом психотипа человека, который с нами. То есть понять, что, какая информация наиболее важна для него, которая может его заинтересовать, чтобы не лить просто какую-то воду, не отнимать время. Да, это тоже обо всем мы будем говорить на последующих наших вебинарах. Что такое сопровождение, как мы работаем с возражениями, и восьмая тема, которая мне очень нравится, это основной побуждающий фактор, что заставляет человека подниматься с дивана и вообще каждый день просыпаться, вставать и что-то делать. Итак, сегодня мы просто поговорим о двух первых задачах, это постановка цели и о создании книги контактов. Ну, что такое цель? Цель – это когда мы свое какое-то желание, какое-то, может быть, даже и такую очень важную вещь, которую нам необходимо сделать, может быть, даже и не очень нравится, но надо сделать, мы превращаем в нечто такое интересное, чтобы нам было интересно туда идти. Если это наша мечта, то мы не просто сидим и мечтаем, там и строим воздушные замки и говорим, ай, как бы я хотела, чтобы что-то там было такое прекрасное. Нет, мы уже взрослые люди, мы понимаем, что для того, чтобы наша мечта сбылась, нужно что-то делать, нужно делать какие-то шаги, идти ей навстречу, навстречу мечте, даже есть фильм такой «Навстречу мечте». То есть самому не придет, под лежачий камень вода не течет. Поэтому самое правильное – сделать из своей мечты цель. Когда у нас уже есть четкая цель, а что такое цель? Это не просто мы видим, чего мы хотим, и мы знаем, чего мы хотим, а это еще и абсолютно планомерный, распланированный путь вот к тому, что мы хотим. И загадывать желание, ставить свои цели тоже необходимо по правильной, по определенной, по правильной системе. Существует система даже постановки целей. Самая простая – это система SMART, это английская аббревиатура. На русском она переводится таким образом, что цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, реалистичной и определенной во времени. То есть мы должны четко понимать, чего мы хотим, мы должны уметь представить себе или себя в той ситуации, когда мы уже достигли цели. Если это зарабатывание денег для покойки чего-то, то мы должны четко понимать, вот как выглядит это что-то, что мы купим. Потому что наша цель именно вот купить этот предмет. Ну давайте, мальчики у нас мечтают купить машину. И они четко понимают, какого цвета это будет машина, какой марки это будет машина, сколько у нее будет дверей. То есть когда он это визуально представляет, значит он загадал правильно. Значит первый параметр исполнен. У него цель конкретная. Все. Он не просто «я хочу иметь классную машину, дорогую». Это нет, это не конкретно, это не определенный. Он четко знает модель, все конкретное. Дальше она должна быть измеримой. То есть он должен понимать, что цель достигнута. То есть мы должны знать, по каким параметрам мы узнаем, что цель достигнута. Вот это какая-то мера должна быть. То есть цель достигнута, все, вот она машина, вот она стоит, вот у меня документы, вот у меня права, вот я ключи взял, открыл дверь, сел, все, цель достигнута. То есть она абсолютно измеримая. То есть это возможно? Абсолютно возможно. То есть достижимая. Мы загадываем такую цель, что сопоставив все свои ресурсы, которые у нас есть, оценив все свои ресурсы, временные, эмоциональные, финансовые, мы понимаем, да, моих ресурсов хватает для того, чтобы дойти до этой цели. Значит, все, я могу ее ставить, я дойду. Вот, допустим, если мы зарабатываем в месяц, ну, условно говоря, тысячу евро, а я хочу через год купить за миллион евро себе там особняк какой-то, то, конечно, я буду очень сомневаться, хватит ли мне моей зарплаты, чтобы через... То есть исполнится ли моя мечта или моя цель через год купить за миллион, если я реально понимаю, что мои ресурсы на сегодняшний день тысяча в месяц. Да, то есть мы должны понимать, и тогда, если я понимаю, что да нет, вот я себе такое желание загадал, но это же уже не будет, и рано или поздно руки опускаются, потому что мы загадали, совершенно не... поставили нереалистичную цель, недостижимую цель. да, поэтому все равно нужно немножечко оценивать свои ресурсы. И вот она должна быть реалистична, еще есть, говорят, она должна быть... слово потеряла... Ну, в общем, выгода должна быть, да, мы должны понимать, какие выгоды преследуются, какие выгоды мы получим тогда, когда мы достигнем своей цели. То есть у нас будет тогда мотивация, есть выгода, есть мотивация, нет выгоды, не будет никакой мотивации. Вот. То есть мы должны понимать, что если на сегодняшний день я хожу, мокну под дождем, в мороз замерзаю, прихожу домой с холодными ногами, потом их сижу, там, парю и в кипятке и пью горячий чай, но это все потому, что вот у меня нет машины, потому что я хожу пешком или там езжу на общественном транспорте, и там большой кусок, мне приходится от остановки идти домой. Но моя выгода будет в том, что у меня будет теплая машина, я буду прямо от крыльца дома до крыльца работы доезжать, что туда, что обратно. Все. Мы понимаем, это выгодно, да, это решает какие-то мои проблемы, да, конечно, решает и освобождает, мне еще массу свободного времени дает еще на какие-то другие дела. То есть все, мы как говорили, я сейчас говорю об таких, ну, очень земных, можно сказать, приземленные такие примеры привожу, но это для того, чтобы было, ну, наверное, просто понятно, да. Вот, и очень важно определить во времени, все-таки дать себе отрезок определенной времени для достижения своей цели. Тогда мы будем уже на определенном пути, вот если мы дали себе год, да, начали уже говорить про год, то мы будем понимать, вот два месяца прошло, мне осталось 10 месяцев, там, четыре месяца прошло, вы говорите, да, так мне осталось уже восемь месяцев. Да, то есть мы всегда будем видеть отрезки, которые мы прошли и сколько нам осталось. И мы всегда знаем, что когда мы только переваливаем за середину, да, вот половина, 50 процентов у нас уже времени прошло, и потом, когда у нас уже временной отрезок до достижения цели начинает сокращаться, это очень подстегивает, это очень мотивирует, это придает каких-то сил, эмоций, и у нас получается, ну, это как всегда перед финишем, да, то есть, но отрезок временной должен быть. Если мы просто, вот когда-нибудь я себе куплю, да, и вот я работаю, 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 это когда-нибудь никак не наступает, а у меня заработал денег, у меня что-то появилось, какая-то проблема, я пошел ее туда решать, а тут я решил отдохнуть, расслабиться, ай, ладно, все равно, я же не знаю, когда я там куплю эту машину, ну, давайте опять про машину, вот, ладно, сейчас потрачу, еще заработаю, да, но когда у нас не когда-нибудь, а четко стоит определенное время, мы видим, так, вот я в этом месяце отложил, в этом месяце отложил, в этом месяце отложил, вот, и все, мне осталось еще совсем немножко, вот, это подстегивает, и это помогает, то есть, если мы, допустим, эту же систему смарт-пери, ну, я бы говорила вам про машину, да, если мы ее перенаправим на работу в нашей компании, то мы знаем, что здесь тоже есть, здесь можно поставить себе цель, определенные бонусы достичь, там, как сетевики говорят, определенного чека, да, чтобы там ежемесячно у меня была определенная сумма бонусов, вот, но также мы понимаем, что у нас есть еще система, поощрительная система статусов, когда мы получаем и денежную премию за этот статус, кроме того, что у нас тут бонусы, вот, мы получаем подарок за этот статус, и наши статусы позволяют нам еще и делать карьерный рост, вот, перенося вот эту систему на карьеру в нашей компании, очень легко, допустим, привести такой пример, вот, я хочу за один год достичь статуса топ-эксперт, все, по системе смарт абсолютно точно и четко загадана, поставлена цель, да, то есть временной отрезок есть, год, конечный результат есть, топ-эксперт, выгода очевидна, у топ-эксперта даже проценты выше, то есть мы понимаем, что топ-эксперт, это, во-первых, большая команда, это ежемесячные бонусы больше, это другой процент по выплатам, это выше процент, он уже больше, она реалистичная, да, она совершенно реалистичная, потому что расписав все статусы по своим, ну, по месяцам, мы четко понимаем, что там, допустим, за первые две недели я могу уже стать лидером, еще через две недели я могу стать мастером, да, для этого мы прописываем, что нам нужно сделать по шагам, сколько человек привлечь нам и так дальше, то есть очень четко, очень понятно и конкретно, вот, но, когда я изучала всякую разную литературу, я наткнулась на такого автора, который по маркетингу очень много написал, книг и по психологии, Брайан Трейси, и он, у него есть такая тема, метод достижения цели за 12 этапов, то есть он взял не 5 параметров, которые идут по системе SMART, да, а он взял 12 параметров, которые, которые мы можем, можно сказать, прогнать свою цель, вот мы себе знаем, чего мы хотим, да, и сейчас даже можно вот так вот подумать, вот я, я знаю, чего я хочу, вот я себе поставил, вот так и так цель поставил, а сейчас вот, когда, допустим, вы прослушаете этот вебинар, вы сможете вернуться и посмотреть, где и что можно скорректировать, чтобы быстрее и точнее прийти к своей цели, так вот, очень важный параметр, с которым невозможно не согласиться, это желание должно быть ваше личное, то есть та цель, которую вы ставите, она должна быть ваша, вы должны хотеть этого, а не родители. Я думаю, у нас, если не вы лично сами, то, возможно, ваши знакомые, друзья, среди них есть такие люди, которые, допустим, пошли учиться в какое-то учебное заведение после окончания школы, только потому, что родители посоветовали, и они считали, что эта профессия классная, что эта профессия тебе точно нужна, эта профессия тебе точно принесет много денег, ты будешь зарабатывать, не будешь ни в чем нуждаться, и люди идут, учатся, и некоторые на середине обучение бросают, некоторые получают этот диплом и никогда не работают по профессии, потому что это было не его желание, это было не его желание, это было желание родителей. Я сама через это прошла, я не хотела идти в педагогический, но я туда почему-то пошла, потому что было легко поступить, и мама сказала, ну как же, ну это же престижно, это же здорово, вот, и 4 года, это педагогическое училище, 4 года я училась, и 4 раза я бросала его, и 4 раза меня притаскивали взрослые обратно, потому что была еще несовершеннолетняя, и поэтому они за меня решали. В конечном итоге я проработала совсем мало, проработала 3 года, там надо было для подтверждения диплома, так получилось 3 года после училища, я проработала в детском саду воспитателем, и потом вышла замуж, ушла в декрет, и больше в эту профессию не вернулась. Да, она мне дала много плюсов для себя лично, я получила много интересных знаний, я применила их потом при воспитании своих детей. Мне пригодилось сегодня уже со своей взрослой колокольни, я, конечно, говорю, хорошо, что этот этап был в моей жизни, хорошо, что эти знания пришли в мою жизнь, хорошо, что эти люди пришли в мою жизнь, это мои учителя, с некоторыми из которых я до сих пор поддерживаю отношения. Но когда мы сейчас говорим, когда мы взрослые люди, и мы понимаем, что мы хотим поставить цель и прийти к ней, нужно всё-таки осознавать, что это должно быть наше желание. Второе, это должна быть вера, вера в исполнение, то есть мы, какие бы препятствия у нас, нас не поджидали, каждый раз мы себе должны были, должны говорить, я это сделаю. Не важно, какие будут препятствия, не важно, какие будут проблемы. Поэтому даже будем так, я не буду называть это проблемами, я буду это называть задачами, которые мне нужно решить на данном этапе. То есть слово «проблема» убираем, ставим слово «задача», потому что мы верим в то, что мы сможем это сделать, и не сдаваться. Даже если вероятность исполнения, хотя даже это очень правильная, вероятность исполнения цели 50 на 50, знаете почему? Потому что это будет вас закалять и делать более сильным. Вам придется преодолевать какие-то трудности, а преодоление трудностей и решение задач внезапных каких-то – это рост, это собственный внутренний рост. Поэтому, когда наша вероятность исполнения нашей цели будет 50 на 50, мы понимаем, что мы растем. Мы будем выходить из своей зоны комфорта, потому что нам придется преодолевать какие-то трудности. Но это классно, то есть цель должна быть трудной для того, чтобы вкуснее и слаще было ощущение вот эти, когда мы достигнем этой цели, чтобы эта радость была более полной, более яркой. Обязательно нужно записывать, прописывать подробно, во всех деталях, прямо вот на бумаге, прописать, может быть, какая будет польза, то, о чем мы говорили. Да, есть выгода, есть мотивация. Но при этом еще прописать препятствия, которые могут нам встретиться на пути, какие-то сложные мы можем расписать на задачи, тут же прописать срок, тут же определить, какие дополнительные знания нам потребуются для того, чтобы мы могли дальше двигаться к своей цели. То есть нам нужно проанализировать ситуацию, с какими ресурсами мы есть сегодня, с чем мы сегодня выходим, что у нас есть сегодня, что нам еще будет нужно. Например, если архитектор хочет строить дом, ну или, допустим, он не архитектор, просто человек решил, я хочу попробовать построить дом собственными руками. Что он будет делать? Первое, проанализировать ситуацию. Сколько у меня есть денег? Сколько у меня есть свободного времени? Сколько я, допустим, смогу в день тратить свободного своего времени на конкретно задачу вот эту, на строительство этого дома? То есть мы смотрим, что у нас есть. Мы себе прописываем срок, за сколько бы мы хотели построить этот дом. И дальше мы начинаем думать, ну, препятствие как препятствие, но мы начинаем думать, что нам надо купить? Нам нужны кирпичи, нам нужен раствор, нам нужны гвозди, нам нужны доски, да? Мы всё равно будем прописывать, что нам для этого нужно. Если бы мы решили, что мы сами будем делать фундамент, но мы не знаем, как его делать, значит, мы определяем, какие дополнительные знания нам нужны, значит, мне надо научиться ещё фундамент делать, да? Так и к любой цели. Мы смотрим, так, это я умею, этого я ещё не умею, но я этому научусь. Вот. Дальше, может быть, даже определить помощь каких людей или организаций понадобится, да? Я, конечно, беру глобального, но любую цель, она может быть маленькая, поэтому, может быть, не нужны будут такие большие прям расчёты, да? Но я говорю, что можно и что нужно учитывать, когда мы ставим эту цель, когда мы действительно расписываем по всем этапам, что нам нужно сделать. И, естественно, создаём план. План, учитывая все детали, то есть пошагово, что и как мы будем делать. Очень важно визуализировать свою цель, как будто бы она уже достигла. То есть нарисовать мысленную картинку, как будто бы уже всё сбылось, и вот прям представлять себя там внутри, что мы уже всё это получили, какие у нас будут чувства, когда мы это получим, как мы будем радоваться, как мы будем широко улыбаться, да? То есть эта визуализация уже достигнутой цели, она точно так же вас погружает вот в эти классные эмоции. И вот вы потом с этими эмоциями как раз-таки и идёте по своему пути, потому что вы понимаете, как это будет классно. Вот я сейчас представил, я это всё прочувствовал и думаю, вот сейчас я на секундочку себе это представил, а когда я это получу, я смогу ложиться спать вот с этим кайфом, просыпаться с этим чувством, да? То есть мы себя настраиваем на эти положительные эмоции, и тогда нам проще идти и преодолевать любые препятствия. Вот. Ну и двенадцатый, так сказать, этап, наверное, я бы, конечно, не назвала это этапом, двенадцатый пункт нашего подробного плана, нашего подробного пути, это дать себе обещание не сдаваться, не сдаваться и дойти до конца. Вот. Как раз-таки проблему заменить на слово задачи и сказать, я не сдамся, я дойду, я все смогу, я все преодолею. Вот. Поэтому, если вам вот понятно, что, что именно я хотела вам передать, то попробуйте сейчас подумать о той своей цели, которая у вас уже на сегодняшний день существует. Может быть, вы уже к ней идете и попробуйте продумать вот по этой системе SMART или даже вот по этой двенадцатиэтапной системе, все ли у вас распланировано правильно, то есть этот путь к своей цели, распланирован ли он у вас правильно. Может быть, вы сейчас получили какую-то подсказку, я буду рада, если эта информация оказалась для вас полезной. Может быть, сейчас вы сможете что-то, какие-то пункты переписать, перепланировать, может быть, этот путь и для того, чтобы быстрее достичь своей цели. Может быть, это вам поможет. Также на многих тренингах предлагают делать карту желаний. Вот. Можно сделать, ну вот если хотите реализовать свои мечты, да, то делать карту желаний. Что это значит? Вы пишете наклеиваете картинки такие, или прописываете, но на картинками оно симпатичнее получается, можно и прописывать, и картинки, то есть как вам хочется, то приятные те вещи, те моменты, те места, которые вас бы порадовали, где бы вы находились, вот, которые принесли бы вам какую-то радость, какие-то положительные эмоции. И с одной стороны, глядя на это, на то, что вас окружает ваша фотография в центре, глядя на это, вы видите, что вас окружает как раз-таки все то, чего вы хотите, все то, что вам принесет радость, а с другой стороны, вы можете благодаря вот этой визуализации ставить цели. Вот если вы нарисовали, поставили там картинку, что вы в Египте, вот допустим, хочу в Египет, вот хочу увидеть, прикоснуться к этим пирамидам, да, то пока это на карте желаний, вот так в разброс, это просто желание, а когда вы уже четко смотрите, так, хочу вот сюда, так, берем, ставим цель и рисуем путь. То есть, может быть, это вам тоже, карта желаний, подскажет вам какие-то новые цели и какие-то новые пути. все равно скажу, что мы все равно говорим о нашем проекте, о работе в нашем проекте и чтобы мы могли достичь целей, нам достаточно озадачиться и сделать, построить большую команду. То есть, это нас будет мотивировать, вот наши цели, наши мечты будут нас мотивировать, строить большую команду для того, чтобы заработать денег на достижение нашей цели. Вот. А с чего начинается построение команды? На многих тренингах дают такое задание. Первое самое задание написать 100 контактов. Даже иногда говорят, вот вам 30 минут, берете белый лист, ручку и пишите 100 контактов. Можно писать просто имена, можно с телефонами, можно с адресами, можно город, в котором этот человек живет, любую информацию, какую вы о нем знаете. Вот имя написали, и рядом любую информацию. Вот. И иногда многие говорят, которые не делали этого, говорят, это невозможно, как за полчаса можно 100 контактов написать. А я вам скажу, можно. И скажу, что это задание, которое дают на вебинарах, это правильное задание. Хотя всегда люди, которые первый раз там оказываются, им всегда кажется, это самое глупое задание. Но это самое правильное задание. Во-первых, заставляет нас сконцентрироваться конкретно на наших знакомых. Потому что с кем мы будем работать? Чтобы сделать команду, мы должны кому-то предложить, прийти в эту команду. Кому мы можем предложить? Не просто так, мы делаем тогда это все системно. То есть мы выписываем этих людей, мы делаем им звонки, мы делаем приглашения, мы назначаем встречи, мы работаем с этими людьми, и мы проходимся по всем своим контактам, которые мы написали в этот лист. Их, конечно, нужно постоянно пополнять, знакомиться с другими людьми. Мы можем писать любую информацию, которую мы знаем. Остальная информация придет. Странным образом, может быть, кто-то скажет, но почему-то так получается, что когда вспомнишь какого-то человека, начнешь о нем думать, информация, наверное, вернее, мысли вот уходят в информационное поле, и, ну, срабатывает как-то так, что либо мы его встречаем, либо он нам позвонит, либо мы встречаем общего знакомого, который может дать номер телефона. Но это как-то работает. Я не эзотерик, я не буду сейчас как-то утверждать, что-то придумывать, но это работает. Поэтому книга контактов, прописанные имена людей, они в обязательном порядке нужны, даже если вы о них, кроме имени, ничего не вспомнили. Рано или поздно все заполнится. Вот можете даже сделать такие, знаете, прям разграфить этот лист и написать вот имя, фамилия, город, в котором он живет, номер телефона, e-mail, прям вот колонки, да, и будете заполнять по мере появления новой информации. Если делать просто, вот примитивно просто список людей, то я всегда рекомендую делать две колонки с названием заметки, может быть. Сначала мы пишем, что мы знаем об этом человеке на сегодняшний день. И после того, когда мы ему позвоним, первый раз договоримся о какой-то встрече, мы записываем результат нашего разговора. Это нам потом поможет в дальнейшем выстраивать с ним работу. То есть, может быть, он отказался, может быть, он нас попросил перезвонить попозже. Если мы только начинаем работать с этим списком контактов, мы все в голове не удержим. Поэтому в обязательном порядке нужно делать такие небольшие заметки, о чем мы договорились. Вот. Потом, конечно, если он включается в работу, он становится нашим, чуть ли не человеком ежедневного общения, да, он уже у нас в команде, мы уже участвуем вместе в мероприятиях. Конечно, вы уже будете помнить, на чем у вас с ним остановился там какой-то диалог или какой-то процесс рабочий, да. Но поначалу очень важно делать эти заметки, чтобы вы понимали, что, кто, да. Даже при первом звонке вы говорите, привет, Саш, меня зовут так-то, так-то, помнишь ты меня или не помнишь, мы с тобой вместе учились в первом классе. Вот, да, то есть мы всегда записываем. Или там твой телефон, вот я вам звоню, ваш телефон мне отдал тот-то и тот-то наш общий знакомый, да. То есть чтобы вы знали, что сказать при первом контакте. Вот для этого нужна первая графа заметок. Когда люди говорят, что я никогда в жизни не напишу 100 контактов, это неправда, потому что существует статистика, против которой мы никак не можем пойти, которая гласит, что к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. За этот период мы прошли, проконтактировали, конечно, при условии, что мы полноценный гражданин страны, мы были в детском саду, мы были в школе, мы ходили на какие-то кружки, может быть, на плавание, может быть, там, мальчики на хоккей, на футбол. Да, то есть вели такую полноценную жизнь ребенка-подростка, то 200 человек знакомых в нашей жизни встретились, с которыми мы контактировали, и имена, которых мы знаем, и при встрече, с которыми мы можем поздороваться, как с знакомыми. Вот. Но есть еще такая статистика, я выбрала именно то, что подходит нам в нашей работе. Если мы начинаем делать предложения и приглашения, то мы должны быть готовы к тому, что 20 или то и 30 процентов нам обязательно скажут нет, то есть они не пойдут с нами в команду, они не будут этим заниматься, им будет неинтересна наша тема, которую мы им предлагаем. И это тоже абсолютная норма. Это нормально. Люди имеют право иметь какие-то другие интересы, интересоваться какими-то другими делами, заниматься чем-то другим. Да, поэтому мы на них не обижаемся, но мы знаем, что эта статистика есть. И зная такую статистику, нам тем более нужно писать список из 100 контактов, а то и больше. Но из 100 контактов это первое задание, это самый первый день. Потом мы будем писать в неделю по 100 контактов. Но какие есть варианты составления списка? Мы можем записывать всех, кого знаем. Вот мы, давай я буду писать всех, кого знаем, и я прям всех своих знакомых разделю на три категории. Для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, как с ними разговаривать. То есть первая у нас будет категория, на которых мы имеем влияние, вторая, у которых есть или может быть интерес конкретно к данному предложению нашему. И третья категория это все остальные. То есть влияние, может быть, либо мы, ну, влияние, когда мы имеем на людей влияние, там приходим и говорим, слушай, вот человек понимает, что вы достигли каких-то успехов в бизнесе, и вы ему говорите, слушай, вот ты знаешь, я тебе там ерунды какой-то не буду предлагать, но сейчас я рассмотрел очень хороший проект, я пришел к тебе, понимаю, что без тебя не хочу, хочу, чтобы ты был обязательно в моей команде, я хочу тебе рассказать, думаю, тебя это заинтересует, и у нас с тобой получится, если будем работать вместе, у нас это получится вдвойне. То есть и человек вам верит, человек вам доверяет, и он идет с вами в команду с легкостью, да, то есть мы на, вот с такими людьми мы говорим вот таким вот образом. Люди, у которых могут, может быть интерес, это та категория людей, к которым мы приходим и говорим по-другому. Мы говорим, что, ну, это могут быть сетевики, которые сейчас где-то или перестали работать, или где-то компания закрылась, это могут быть люди бизнеса, у которых там, допустим, либо бизнес пошел на спад, либо там банкротство, ну, что угодно, или просто закрыли фирму, потому что надоело, но это люди, которые знают, как зарабатывать, они знают вкус денег, они знают азарт, вот этой вот игры зарабатывания, да, и вот мы приходим, говорит, слушай, вот ты сетевик, я тебе сейчас расскажу проект, и мы понимаем, что сетевику мы что говорим? В первую очередь, возможности заработать, маркетинг, проценты, ступени, команды, да, то есть мы с ними по-другому ведем разговор, поэтому нам важно, чтобы они были в другой категории, к разговору мы готовимся по-другому, иногда даже можно назначить встречу и сразу взять 2-2-3 людей, потому что вы четко понимаете, так, это сетевики, я сейчас с ними буду разговаривать на их языке, да, их можно по 2-3, если других категорий людей мы не приглашаем, по 2-3 лучше всего индивидуально с каждым первый контакт проводить, то вот в данном случае мы можем брать несколько человек, даже если между собой не знакомые, вот, а все остальные, это конкретно индивидуально, мы про каждого думаем, кто это, что это, и как я с ним буду говорить, то есть мы сейчас говорим о вариантах составления этого списка, можно по-другому сделать, разделить весь свой список на три сегмента, горячий рынок, теплый рынок, холодный рынок, да, и идти по такому, то есть начинаем составлять список имен по горячему рынку, это кто у нас, родные, близкие, люди, с которыми мы часто встречаемся, общаемся, звоним, которым мы можем сказать, о, привет, как дела, как прошла твоя там вчерашняя или позавчерашняя встреча, как вы съездили в отпуск, да, это люди, которые знают немножко о нашей текущей жизни, и мы знаем, что у них в жизни происходит, близкие наши, вот, люди, которые интересны нам, люди, которым интересны мы, да, это вот, что касается влияния, вот, на которых у нас есть влияние, это повторяемся мы из того списка, да, и люди, у которых может быть интерес, то есть это все равно все те люди, которые будут в нашем горячем списке, это люди, о которых мы что-то знаем, вот, теплый рынок, это люди, с которыми мы иногда пересекаемся и общаемся, мы можем подумать, что у нас их тоже не очень много, вот, и можете даже ради интереса, как такой небольшой тренинг, сейчас записать цифру предположительную, вот, допустим, я предполагаю, что у меня людей из теплого рынка наберется там, ну, 50 человек, не больше, вот, я сейчас сяду и напишу, вот, просто сейчас съесть, сразу и написать, и поставьте себе примерную цифру, как вам кажется, сколько бы вы за один присест могли бы написать таких людей, а потом мы ее сравним с той, которая получится после того, как я вам сейчас расскажу о системе подсказок, есть система подсказок, которую мы сами себе придумываем, эту систему мы в голове у себя можем сами выстроить, которая нам поможет вспомнить разных-разных людей, вот, смотрите, первая система, это по ассоциации, мы начинаем себе сами говорить, но сначала мы запишем всех, кого мы знаем, вот всех, кого мы сразу вспомнили, мы записали, а дальше мы начинаем, а знаю ли я людей, у которых есть усы, там, или борода, все, хрясь, обязательно картинка у нас появилась, все, мы уже вспомнили кого-то, даже вот сейчас вы слушаете, и вы сразу вспомните, у вас есть кто-то, кто носит усы или бороды, оп, вспомнили, все, имя записали, есть у меня те, кто носят очки, а есть у меня люди, у которых очень звонкий голос, или они очень любят собирать компании, вести за собой людей, а есть ли у меня знакомые, которые лысые, вообще без волос, или просто стригутся на лысо очень сильно, а есть ли у меня люди, которые сейчас переболели коронавирусом, или лежат в больнице, или получили какие-то травмы, то есть болящие, если у меня знакомые, вот, то есть мы себе в шутку это, да, говорим, но мы вспоминаем этих людей, есть ли у меня люди, которые много и с легкостью зарабатывают, то есть смогли быстро, смогли много заработать, перескочила у нас, есть ли у меня люди, которые всегда на позитиве, всегда шутят, всегда поддерживают, всегда подбодряют, у которых все всегда, Классно, не плачут, ничего. Есть ли в моем окружении люди, которые занимаются спортом, которые победители, которые всегда идут вперед, которые ничего не боятся? Поверьте, вспомните. И так мы можем по внешнему виду себе что-то придумать, по чертам характера себе что-то придумать. Вспыльчиво. Есть ли у меня вспыльчиво? А есть ли у меня такие мямли какие-то, которые медленно разговаривают? Я с вами говорю и сразу вспомнила, у меня была девочка, которая со мной училась в педагогическом училище, но она так медленно разговаривала, что нас всех прям зло брало. Пока Таня выразит свою мысль, мы уже 20 раз забудем вообще, с чего она начинала. Вот прям реально я сразу вспомнила. Я просто так привела вам пример и сразу вспомнила сама человека. То есть по национальности, по отношению к делу, по стилю одежды, по профессии, пожалуйста, тоже можем сразу там. Если у меня парикмахеры, если у меня учителя знакомые, если у меня там сантехники и всё остальное. Вот. Вторая система подсказок – это воспоминания по ситуации. То есть где, когда мы были в какой ситуации и с какими людьми мы там столкнулись или мы там находились. Всё. И начинаем вспоминать эти ситуации. Это детский сад, учебное заведение, школа, высшее учебное заведение, семинары, тренинги, учителя какие-то там, которые там у нас были. Там путешествия, может быть. А знакомых, которые в других городах. О, да, точно. У меня же в этом городе есть знакомые. В этом городе есть знакомые. Вот. Коллекционеры. А соседи по лестничной площадке. Может, мы ещё с ними не познакомились, но у меня там есть один дядя Вова, который каждый день выходит на площадку курить. Вот я вместо того, чтобы с ним ругаться, я с ним лучше познакомлюсь и предложу. Но я сейчас, конечно, шучу, но это действительно нас наталкивает на то, чтобы вспомнить этих всех людей. И когда мы вспоминаем эти лица, привычки, увлечения этих людей, этот список у нас будет расширяться, расширяться и расширяться. Вот. И третий рынок – это холодный. Тёпло у нас, конечно, самое большое будет, но нам так кажется. Потому что у него всё равно есть какие-то границы. Да, это количество людей всё равно где-то будет ограничено. То холодный рынок – это бесконечное пространство. Это люди, с которыми мы не знакомы напрямую. Это поиск партнёров там, где нам казалось, что их нету. Это выход из привычной зоны комфорта, когда мы с незнакомыми людьми заговариваем, знакомимся. Вот. Это безграничное. Но это очень эффективное пространство. Не все умеют работать на холодном рынке. Скажу сразу, я, наверное, могу сказать, что 90% я не умею работать на холодном рынке, 10% я допускаю, что, ну да, я бы справилась, если бы поставила такую задачу, или пришла бы на какой-то жёсткий тренинг, и мне бы дали пинка и сказали, так, у тебя есть час, через час принеси там 10 контактов, иди знакомься на улице с людьми. Да, ну, наверное, я бы это сделала. Но 90% мне было бы комфортнее этого не делать. Поэтому это особое мастерство, это особый рост людей, которые всё-таки выходят и это делают. Ну, что такое холодное, где мы берём этих людей? Это мы берём рекомендацию третьего лица, когда у нас есть общий знакомый, который дал нам просто номер телефона. Выходим на людей с конкретными интересами. То есть мы где-то посещаем какие-то кружки, какие-то клубы, мы понимаем, что там у них один интерес. У нас есть тема, на которой мы можем поговорить с незнакомым человеком, таким образом завязав какой-то тёплый контакт. Да, он у нас уже из холодного переходит в тёплый, и дальше мы уже, мы можем сделать предложение. Может быть, даже при второй, при третьей встрече, конечно, не ошарашиваем, не хватаем людей с улицы, не тащим. Это тоже грубейшая ошибка. Нужно сделать так, чтобы человек пришёл добровольно. Это самое лучшее, это самое комфортное, это самое правильное. Не прийти вот так нахрапом, эмоции такие, всё классные, пошли, давай, давай, давай. А потом он что-то, что я там с ним время потерял, пошёл, деньги куда-то всадил, не разобрался. Да, вот чтобы таких эмоций не было от людей, важно делать последовательно и правильно, чтобы в любая ситуация, каждый последующий шаг, он был для вас комфортный, приятный для всех. То есть, поэтому мы говорим сейчас только о том, что мы по-доброму предлагаем, и делимся информацией, и работаем с теми людьми, кто сам действительно заинтересуется и захочет это делать. Кстати, по объявлениям, где-то я вот прочитала, что вот, если есть какие-то объявления, вот, пожалуйста, открываем там, в Латвии это СС, реклама такая, да, в интернете, там продают всё, что хочешь. Вот. Я думаю, в каждом городе, в каждой стране есть как бы свои ресурсы, но не все объявления нам подходят, где публикованы номера телефона, кому можно позвонить или написать. Люди, которые продают квартиру свою собственную, они одноразово продают свою квартиру. Люди, которые ищут работу, это вообще инертные люди, они нам совершенно не подходят, потому что это люди, которые привыкли, чтобы им что-то принесли, да, они не сами не идут, они ждут. Я ищу работу, если у вас есть предложение, звоните, предлагайте, да. Вот они не подходят для наших команд. А люди, которые продают автомобили, вот, я разговаривала с одним психологом даже, и он сказал, что это люди, которые, они, во-первых, это делают часто, они преследуют всегда свою выгоду, либо они перепродают эти автомобили как бизнес, либо они быстренько избавляются от своей машины, чтобы еще взять хорошую цену и выгодно купить другую машину. То есть это та категория людей, которые знают, что такое деньги, знают, как их зарабатывать и хочут их зарабатывать. Поэтому если вдруг вы себе тоже так придумаете, что, о, вот объявление есть, и там же есть номера телефонов, можно, пожалуйста, я готова база данных, да, то подумайте очень хорошо, почему дано это объявление, что это за человек может быть. Оказывается, даже тут есть определенная категория людей, даже по тому, в каком разделе опубликовано объявление, можно понять, на сколько процентов этот человек нам подходит. Вот, но также посещаем мероприятия, где можно познакомиться, это может какие-то выставки, там, не знаю, концерты, футбольные матчи, когда рядом болельщики, у них есть одна идея, они, вау, поорали вместе, поболели за свою команду и потом вместе пошли строить свою большую команду. То есть очень хорошо идти контакты, идти на контакты, знакомиться с людьми, очень хорошо, когда вы инициатор, тогда вы, может сказать, ситуацию держите в руках, да, владеете ситуацией. Вот, этот метод очень хорошо работает в незнакомых городах, когда вы можете в любом месте, к любому человеку подойти и сказать, подскажите, пожалуйста, я в вашем городе там первый раз, не первый, а второй, а где находится, а что посмотреть, а как отдохнуть. То есть любые вопросы вы можете задавать, они будут абсолютно честные, потому что вы действительно находитесь не в своем родном городе, вот, и таким образом можно с людьми тоже завязать знакомства. Иногда бывает так, что если вы спросите, где можно отдохнуть, что интересного можно у вас посмотреть в городе, у человека, который бежит с двумя сумками по тротуару домой, скорее там, готовить еду семье, да, то вам просто скажут, покажут и все. А если вы подойдете и спросите, это же у человека, который сидит в парке на лавочке, отдыхает, никуда не спешит, он вам может рассказать, вы можете ему несколько вопросов задать, а как, а далеко, а действительно ли там хорошо, а как пройти, а что еще можно посмотреть. То есть вы уже завязываете какую-то спокойную беседу. То есть, опять-таки, мы сами решаем, даже у кого спросить. Ну, сами подумайте, ведь действительно, если человек спешит, он не будет вам долго стоять, там рассусоривать, никакого знакомства, вы там с ним не заведете, если он бежит, у него прям две руки заняты. Да, если человек отдыхает, с ним можно спокойно поговорить, а может быть даже вам скажут, ой, я сейчас гуляю, так много свободного времени, я здесь недалеко, и давайте я вас провожу, заодно пройдусь, прогуляюсь. Такая ситуация тоже может быть. Поэтому не бойтесь идти на контакты, не бойтесь знакомиться с людьми, осваивайте холодный рынок, это очень хорошая тренировка, это очень хороший рост, личный рост. Способов действительно очень много, вот эти контакты создать, набрать эту книгу. Мы дальше будем говорить, как мы будем дальше работать, как мы будем делать звонки. Пока что мы ставим цель, учимся ставить цель сами, помогаем ставить цель первым своим приглашенным, первым членам своей команды, составляем список контактов, из которых мы будем строить эту команду, и точно так же тут же учим своих первых приглашенных. Кстати, очень классно, когда вот, допустим, вы сам новичок, и вы у своего спонсора, у своего пригласителя получаете какую-то первую информацию, он вам дал первое задание, вы составите список контактов, там рассказал, что и как, там написать две или три цели, вот к следующей нашей встрече, давай мы посмотрим, как у тебя там это получилось. И вы тут же берете и эти знания уже готовите следующего человека, которого будете приглашать в свою команду, и вы тут же применяете вот эти вот знания на практике, и такое же задание задаете своему первому приглашенному. Это прикольно. Потом можно его прямо в какой-то момент вместе взять с собой, прийти к своему спонсору, как у нас это называется, и уже вдвоем получать дальнейшую информацию. Поэтому все способы доступны, все способы работают, главное брать и делать. Я вот нашла такое выражение, создала сама такую картинку для вас, это авторская картинка, даже сама написала, то есть это моя авторская картинка. Когда мы знакомы с человеком, вот человек рассказывает о себе, чем он занимается, спрашивает вас, ну а ты чем занимаешься? Это мы, вы чем занимаетесь по жизни? А вы говорите, я продаю образ жизни. И такое выражение всегда влечет за собой вопрос, ой, а это как? А это что? То есть вы всегда сможете продолжить разговор. Если вы скажете, а я менеджер по коммуникациям, человек скажет, а менеджер какой-то, и все. А когда вы говорите, я продаю образ жизни, или скажет, я продавец там в автосалоне, а ну понятно, что он там делает, в автосалоне машины продает. А образ жизни просто как? Это как? Это что ты такое продаешь, образ жизни? То есть это всегда нас побуждает на продолжение разговора. Все, я вам желаю хорошего вечера. Я благодарю вас за то, что вы были сейчас на этом вебинаре. Про книгу контактов MLMщика мы поговорим в следующий раз. Не буду больше занимать время. Желаю хорошего вечера и спасибо, что были сегодня. Очень буду рада, если была для вас моя информация полезной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова